Ошибка при оформлении документов или самозахват земли стали причиной сноса жилого дома в поселке Гавриловка. Снос по решению суда обеспечивали судебные приставы. Хозяева сносимого дома пытались сопротивляться и ссылались на неразбериху в документах. 32-й дом. Какое решение начинается исполнять? 32-й дом. У нас 32-я. 32-я. Покажите 32-й дом, что здесь находится. Здесь 32-й дом. Здесь 32-й дом. Покажите, что здесь 32-й дом. Пойдем сюда заказку. Пройдите, посмотрите. Проходите, ребят. Проходите. Мой адвокат свяжется с вами. Здесь 32-й дом. Здесь 32-й дом. Здесь 32-й дом. Тихо, 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 успокойтесь. Вы присядьте, присядьте. Покажите, что здесь 32-й дом. Здесь 32-й дом. Сейчас по фальшифицированным документам. Мы этого не знали. Здесь замешаны чиновники. Чиновник Роснедвижимости города Дзержинска, который в свое время, не глядя, поставил на кадастровый учет вот этот земельный участок, часть земельного участка по документам от того дома. То есть это была фабрикация акта согласования границ. Соответственно, подали в суд. Они сразу же встречали заявление на нас, что мы самовольно захватили цветущий сад. Я являюсь собственником вот этих двух участков, которые привязаны к улице Старой Пиковой, дом 32. У нас все на законных основаниях. Решение суда было 2007 года. Этому дому могут присваивать почтовые адреса любые, но у них нет права собственность на землю. Дом 32 находится там, но у нас дом 32А. Но они считают, что якобы это тоже 32, но документы у нас с живыми синими печатями на дом 32А. Он в кадастровом реестре может быть и стоит, но он не закреплен ни за каким земельным участком. У него нет границ, поэтому утверждать, что он зарегистрирован, оснований нет. К данному дому прикуплено два земельных участка. На данном участке стоит дом взыскателей, на втором участке стоит дом должника. Снос производим не мы, а взыскатели, потому что по определению Тижинского городского суда об обязании Кукановой Зинаины Владимировны сводить земельный участок по адресу поселка Гавриловского, Старая Пикова, дом 32. Взыскатель сам за свой счет нанял технику, людей и сносит. Ну если было бы не по закону, ребята, уж извините, ну ничего бы не было бы. Это они должны были с нашими договариваться. Мы не настроены были агрессивно. Ну за 10 лет можно же договориться. Она сказала, что она лучше себя обольет бензином и подожжет, чем она будет с нами, пойдет на какой-то там договор. Работы по сносу дома продолжались до темноты. Другого жилья у Букановых нет, так как, чтобы построить этот дом, они продали свою квартиру в городе. Временно их приютили соседи. Но, несмотря на снос дома, Букановы через суд намерены доказать свою правоту и добиться восстановления дома и компенсации понесенного ущерба. Продолжение следует...